Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения Медучреждение новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения в ККБ номер 1 имени С.В. Очаповского в Краснодаре открылось отделение диализа и Центр амбулаторной онкологической помощи. На базе уранифрологического центра работает крупнейшее на Кубани отделение гемодиализа. Оно открылось в марте. Здесь в рамках ОМС оказывают помощь пациентам с хронической болезнью почек. В.И. Стадии. Отделение оснащено 21 современным диализным аппаратом искусственной почки. Оборудование для нового отделения приобретено за счет средств краевого бюджета. Аппарат и Центр позволяют проводить все виды диализной терапии, в том числе перитониальный диализ. На сегодняшний день в регионе работают около 30 диализных центров. Краснодарский край занимает первое место в стране по обеспеченности диализными местами. Центр амбулаторной онкопомощи открылся в марте, став первым таким подразделением в крае. Одна из его задач – химиотерапевтическое лечение пациентов со злокачественными новообразованиями легких и молочной железы. Центр включает в себя дневной стационар на пять коек. Решение о проведении химиотерапии в условиях ЦАО принимается на врачебном консилиуме в больнице имени С.В. Очаповского и краевом анкодиспансере. Центр создан на базе поликлиники ККБ номер один, расположенной на ПР, Репина. Теперь пациентам при Кубанского и Центрального округов Краснодара нет нужды ездить на химиотерапию в анкодиспансер. В Алтайском крае завершили капитальный ремонт Тогульской Центральной районной больницы. Работы по обновлению Тогульской ЦРБ начали летом 2018 года. В больнице заменили внешние и внутренние инженерные сети, вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, системы электроснабжения, выполнили устройство навесного фасада. Сумма контракта составила 23 миллиона рублей. Средства выделили из краевого бюджета. Кроме того, в хирургическом, терапевтическом, реанимационном отделениях, а также в пищеблоке установили новое оборудование. Теперь и для врачей, и для пациентов созданы современные и комфортные условия, отметила главный врач Тогульской ЦРБ Елена Буткеева. В ближайших планах оснастить обновленный стационар в селе Тогул дополнительным медицинским оборудованием и обеспечить новым автомобилем скорой медицинской помощи. В рамках краевой адресной инвестиционной программы в Алтайском крае планируется строительство и ввод в эксплуатацию восьми фельдшерско-акушерских пунктов в Залисовском, Заринском, Новичехинском, Первомайском, Ребрихинском, Суицком, Тольменском и Хабарском районах. Также продолжится строительство районной поликлиники в селе Алтайское. Проходит экспертизу проекты новых поликлиник в селах Советское, Ребриха и Бырла. Начинаются строительные работы в больнице номер 3 Барнула, улица Матросова, 115. В ангарском психоневрологическом интернате открыто отделение милосердия. Отделение милосердия на 50 мест открылось в ангарском психоневрологическом интернате. В общей сложности стоимость проведенных работ составила 46 миллионов рублей из областного бюджета. В отделении комфортные условия для проживания, создана доступная среда для инвалидов, условия для работы персонала. В Томской области открылся кардиодиспансер. Областной кардиологический диспансер начал работу на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии. Получить здесь специализированную амбулаторную помощь могут жители Томской района в Томской области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты после перенесенного инфаркта, операции на сердце и сосуды, установки кардиостимуляторов, а также те, кто выписался из Томской ОКП и ЛИИ кардиологии, будут находиться под наблюдением врачей-специалистов кардиодиспансера. Кроме консультативно-диагностической помощи, пациенты смогут пройти в кардиодиспансере ЭКГ-исследование, ревизию электрокардиостимулятора, эхокардиографию, УЗИ сонных артерий. Для этого есть мощная диагностическая база, включая радионуклидные методы исследования, новейшая электрокардиографическая аппаратура экспертного класса и современные ангиографические комплексы. В Кировской районной больнице Приморского края проведен ремонт. Центральная больница Кировского района заметно преобразилась. Новые двери на входе, пластиковые окна в регистратуре, тепловентиляция и кондиционер. Капитальный ремонт выполнен в двух отделениях приемном и отделении скорой медицинской помощи. Сейчас строители приступили к обновлению детского отделения медучреждения. Выполнено капитальное обновление помещений, заменена сантехника, приобретено новое оборудование, рассказала главный врач медучреждения Елена Монастернея. Отделение Диализа открылось в Ангарской больнице скорой медицинской помощи. На открытие отделения Диализа с восьми аппаратами искусственных почек и оснащение его всем необходимым оборудованием было направлено более 25 миллионов рублей из средств областного бюджета и собственных средств медучреждения. В том числе из собственных средств медучреждения выделено на ремонт отделения Диализа 4,1 миллиона рублей, а также установлено оборудование по водоподготовке с использованием установки для получения очищенной воды у ВОИ МФ, НПК Медиана Фильтр, стоимостью 4,7 миллиона рублей. 12 ФАПов открыли в Подмосковье в течение одной недели. В Московской области Н течение одной недели начали работу 12 фельдшерско-акушерских пунктов. По два учреждения открылись в Лаколамске, Нарофоминске, Ногинске и Павловском посаде, еще по одному объекту в Балашихе, Кашире, Коломне-Бистре. В Успенском районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики. В амбулатории будут принимать не только взрослых и детей с станицы Убеженской, но и соседних сельских поселений. Медицина в шаговой доступности. Еще один ФАП открылся в Удмуртии. В деревне Алганча и Грамалопургинского района состоялось открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Средства на строительство ФАПа в размере 4,4 миллиона рублей выделены из бюджета Удмуртской республики. Остается добавить, что услугами ФАПа будут пользоваться всего 323 человека, из них детей 63. В Курганинском районе Краснодарского края открылся третий офис врача общей практики. Первичную медицинскую помощь в Воздвиженском сельском поселении будут получать почти 2,5 тысячи человек, из которых более 350 дети. Строительство медучреждения началось в 2018 году в рамках Краевой госпрограммы по развитию здравоохранения. Общая стоимость освоенных средств составила более 9 миллионов рублей. Кроме того, за счет средств Воздвиженского сельского поселения были внесены изменения в инфраструктуру, перенесены наружные водопроводные сети и электричество. Также местным бюджетом выделены деньги на асфальтирование улицы Колхозной, где расположен ВОБ. Модульный акушерский пункт открыли в Коломенском городском округе Московской области. Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Возрождение Коломенского городского округа состоялось 20 декабря. На сегодняшний день этот медпункт является третьим модульным ФАПом на территории Коломенского городского округа. Он отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами. В Северском районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики. По краевой программе на строительство ВОПа было выделено около 6 миллионов рублей. Прием будет вести врач общей практики и фельдшер. В дальнейшем планируется организация аптечного пункта. В Маслининском районе Новосибирской области открыт новый ФАП. Стоимость строительства ФАПа в Де. Александровка площадью 141,6 квадратных метра. Предназначенного для обслуживания населения численностью до 800 человек с помещениями для временного проживания фельдшера, врача, и мощностью 15 посещений в смену, составила порядка 9,5 миллиона рублей. После КОАП питального ремонта открыта поликлиника Буинской ЦРБ в Татарстане. В ходе модернизации медицинского учреждения были выполнены общестроительные работы с заменой всех инженерных сетей охранно-пожарной сигнализации. Помимо этого, врачи получили новое медицинское оборудование. В частности, поступил рентгеновский цифровой аппарат для исследования грудной клетки, а также фитальный монитор, применяемый в женской консультации. Новый ФАП открыт в Новосибирской области. Маховско-фельдшерско-акушерский пункт располагается в П. Маховое, на расстоянии 5 километров от Чановской Центральной районной больницы. Численность обслуживаемого населения составляет 346 человек. В Маховом был ФАП 1964 года постройки, не соответствующий современным нормам. Строительство нового ФАПа было начато в 2017 году и проектная мощность объекта 20 посещений в смену. Общая стоимость ФАПа составила 10,5 миллиона рублей. На приобретение медицинского оборудования и мебели для оснащения ФАПа получены бюджетные ассигнования в сумме 2,9 миллиона рублей. Пост сделан с содействием блогера. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее. Продолжение следует...